А никто не знает, как реагировать, потому что эта новость на самом деле свидетельство глубочайшей нормальности Медведева. И подтверждение моих слов, что нам всем еще очень повезло, что они не убежденные национал-патриоты, а что они все, в общем, милые лицемеры, которые одной ногой стоят где-нибудь на Канарах, а вторую ногу для удовлетворения публики зачем-то одевают в лапоть. Но этот лапоть тоже, как правило, заказан где-нибудь у Кардена или у Сен-Лорана. Сюда завезен и после 140 примерок демонстрируется народу на ноге. Верить в искренность всего того маразма идеологического, который декларирует сегодняшняя Россия, не надо. И вот эта вся история с благосостоянием премьеры, скажем так, это очень хорошее подтверждение того, насколько все они, в том числе и в Кремле, далеки от каких-то, скажем так, самых мрачных, самых черных, самых человеконенавистнических проявлений. Потому что цели у них, как мы видим, совершенно другие, нормальные, понятные человеческие цели, благосостояние, комфорта, уюта. Ну и немножечко пендриваться для народа, который очень любит лапу по тематике. Общественность задается вопросом, посадит теперь Навального или нет? Тем более, что он собирается выставить свою кандидатуру на пост мэра Москвы. Вы знаете, мне сложно Навального, потому что я неоднократно говорил, что Навальный не прошел мой тест на «Крым наш, Крым не наш», да, ведь в России сегодня эти слова обозначают способность различать добро от зла, да. Это очень важный момент, поскольку и дело ведь совсем не в любви или в нелюбви к Крыму. Дело в том, что должно присутствовать понимание того, что этот фактор недавней российской истории, именно он обеспечит нас теми грандиозными проблемами, которые закупорят всякие потенциалы, возможности развития, которые навсегда испортят репутацию страны и будут вечной костью в горле. Вот его ондулирование Навального в этом вопросе меня несколько смущает, честно говоря. Хотя, конечно, он исключительно обаятельный и достойный человек, несомненно. Продолжение следует...